Продюсер Мурафаддин Сакимов Автор сценария и режиссер-постановщик Микаил Сулейманов Оператор-постановщик Ширзот Шахалилов Художник-постановщик Анастасия Рейн Готовы? Готов А ты? Готов Композитор Халид Максудов Звукорежиссер Анвар Хайс Режиссер Рустам Мурсалагу Поехали Директор картины Малик Сулейманов Как тебе это? Нравится? Ну-ка повернись В ту сторону И это не то Почему? Что тебе не нравится-то? Не знаю, никак не берет за душу Хотел закрытое, одел и закрытое Но все равно мне не нравится Уже третье платье примеряю Тебе все не нравится Зачем тебе мое мнение? Надевай то, что нравится Но пусть не будет открытым Нет Я одену то, что тебе нравится Тогда не ищи понапрасну Здесь ты не сможешь найти такое платье А где я найду? Идем, покажу Куда ты меня отвезешь-то? Увидишь Ну, пойдем тогда Что вы так долго, тетя? Потерпи Уже идем Азиз Погляди, какая красивая невеста Скажи что-нибудь Почему замолчал? Удивлен? Удивлен Ну вот, Севда Это то, что я хотел Я и не знала, что ты такой старомодный Старомодный? Я не старомодный Я тот, кто гордится своим турецким происхождением Он и в детстве был таким Всегда ходил на свадьбы Наблюдал за обычаями Приходил домой и показывал Ну что скажешь, не идет? Конечно идет Не веришь? У тети спроси А красавица все к лицу Спасибо Благодарю Будь счастлива А нам поклона нет Нет Потерпи немного На свадьбе все поклоны будут только тебе Отлично Потерпи немного Пока я вожу тебя на такси Но как куплю свою машину, сам буду тебя возить А деньги-то на машину ты собрал? Не волнуйся И деньги однажды будут Подвезти, если по пути Может, в следующую сядем? Сядем на эту? Какая разница? Содробаева Итак, туда еду Садитесь, отвезу Теперь садись туда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брат, ты ведь сначала нас доверешь, да? Да, друг Вас отвезу, конечно А то видите, как эти дороги построили Спасибо Я-то знаю каждый закоулок Бишкека А то иногда сядешь в такси А таксист говорит Покажи, куда ехать Совсем город не знаю А когда успели построить эти новые здания? Вот эти? Недавно Это то, что я хотел Не успеваешь закрыть глаза А тут уже стоят новые дома Осторожно, машина! Смотрите, на 8 Субтитры создал DimaTorzok А-а-а! В небесах витает пара голубей. Почему их стало вдруг не видно? Пришла ли на голову беда? Вестей от них теперь не слышно. Голубь мой, голубушек ты мой, сломали ли крылья твои? Ранили ли грудь пеструю твою? Поразили ли прямо в сердце твое? Голубь мой, голубушек, небеса не могут без тебя. Расправьте крылья свои, душа не может, не любя. Голубь мой, голубушек, не слезы ли это в глазах твоих? На кого гневаются небеса? Ох, небеса беспощадные! Хватит уже, Фати! Что ты растянула? Так будешь грустные песни петь, да? Спой-ка нам веселую. Как-никак, к свадьбе готовимся. Почему бы и нет? И такая есть. Девочки, хотите, я пойду заварю вам чаю? Пойди принеси, и так у нас во рту пересохло. Сейчас принесу. Хайрия, я буду петь, а ты танцуй, родная. Матрасы твои обиды, невестушка, и одежда твоя сужена. Смотри, Илья воодушевилась. Не будем работу забывать. Матрасы твои посланы невеста. Ой, невестушка ненаглядная, пусть танцует невеста Хайрия. Ой, невестушка. Одну минуту. Извините, пожалуйста. Сват звонит. О, Сват и звонит. Да, Сват, как вы? Сват, наши дети попали в аварию. Что? Севда и Азиз попали в аварию. Севдой попали в аварию? Приезжайте в городскую больницу, и мы едем. Уже едем. Азиз попали в аварию. Зажим. Успокойся. Всё будет хорошо. Вот увидишь. Шамила? Не плачь. Что случилось? Севда. А в каком она состоянии? Мне бы знать. Операция ещё идёт. Дай бог поправиться. Что ж теперь будет? Дай бог. Доченька моя родная. Пусть всё пройдёт. А ты как? Хорошо. Успокойся. Всё будет хорошо. Что же теперь будет? Потерпи ко мне. Ну вот, брат, ты проиграл. Слушай сюда. Соревнование ещё не кончилось. Ты же видел, что было. Пусть всё вокруг стихнет. Заново посоревнуемся. Правильно говорится. Побеждённый не признаёт поражение. Ты лучше деньги готовь. Слушай, я не проиграл. Начнём эти гонки заново. Понял? Что ты несёшь, эй? Халил, спускайся, сынок. Обед готов. И отец приехал. Еду. Садись, сынок. Приятного аппетита. Спасибо. Как съездил отец? Садись, я принесу еды. Забудь про еду, жена. Что такое? Что-то случилось? Севда с женихом на такси попали в аварию. Что? Как это случилось? Прямо им навстречу выехал уличный гонщик. А таксист, чтобы не врезаться в него, въехал в столб. А этот сволочь Шумахер скрылся с места происшествия. Представляете, мразь. О, Боже. А что с Севдой-то стало? Идёт операция. Но я обещал сестре, что найду виновника и накажу его. И кто бы он ни был, пусть он пьяняет на себя. Назли. Да? Ты вынеси немного денег. Я отнесу, на лекарства пригодятся. Зачем? Что, у них нет денег? О чём ты говоришь? У них такая беда стряслась. Да поможет им Бог. Видишь, сынок, разве я тебе не говорю каждый раз водить медленнее? Я принесу денег. Ешь давай, сын. А то остынет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Как вы себя чувствуете? Где я? В больнице. Что со мной случилось? Вы попали в аварию. Воды. Сейчас. Я позову врача. Я позову врача. Я позову врача. Где моя нога? Где она? Где же? Где моя нога? Где она? Сестра, успокойся. Приди в себя. Делайте успокоительнее. Я не смогу так жить. Не думай про ногу. Тебе надо жить. Я не смогу так жить. Где моя нога? Я не смогу так жить. Спасибо. Я не мог себя чувствовать. Я не не смогу так жить. но не понимаю. Будет то, что суждено. Что нам поделать? И эти дни были предписаны, доченька. Нам тоже нелегко видеть твои страдания. Но жизнь... Жизнь продолжается. Почему вы разрешили ампутировать мою ногу? Нам твоя жизнь была дороже, доченька. Зачем же мне такая жизнь? Не говори так, дочка. В этой жизни есть и лишённая обеих ног. Да упасёт нас Аллаха от худшего. Кому я теперь такая нужна? Папа... Нет, нет, нет. Ты нам нужна, доченька. Родная моя, не говори так. Сестра, пожалуйста. Ты нам нужна, доченька. Не говори такие слова, доченька. Ты нам всем нужна. Всё, хватит, Камила. Давай выйдем. Сейчас... Мы будем здесь. Чуть позже мы ещё зайдём. Хорошо? Хорошо? Севда. Ты в порядке? Угу, да. Прости меня, Севда. Лучше бы в тот день я сел вперёд. Всё это случилось бы со мной. Я виноват. Прости. Не стоит винить тебя за чужую учесть. Севда. Я готов на всё ради твоего счастья. Чтобы нам не было предписано, мы будем вместе. Ты слышишь? Да поможет Аллах. Я испекла любимую лепёшку, Севды. Отнеси, пусть поест. Пусть и мы поможем. Спасибо тебе. Я тоже сегодня пошла на рынок, подумала, куплю-ка я ей фруктов. Отнеси. Да будет доволен вами Аллах. Камила, терпение вам. Я приготовила куриный бульон. Пусть поест горячим. Это даст ей силы. Спасибо. Столько хлопот доставили. Какие хлопоты? Не говори так. Камила, родная, терпи. Да убережётесь вы от худшего. Да поможет вам Аллах. Не переживай. Всё пройдёт, Камила. Дочка твоя выздоровеет и будет счастлива. Если позволишь, мы пойдём. Передай привет Севде. Привет ей. Спасибо. Да благословит вас Аллах. Не плачь. Успокойся. Ну что, ты поехал в свадебный салон? И свадебный салон, и камеры, и лимузин. Всё отменил. А музыкантов? Отменил? Ты посмотри. Я и забыл их. Не забудь сказать им тоже. Ты не переживай. Я им всем дам отбой. Вот уже звоню. Постой, постой. А что дальше с нашим сыном-то теперь будет? Что значит, что будет? Судьба нашего сына. А что с твоим сыном? Бог ведь его уберёг. Главное, что с ней будет. Я за это переживаю. Мне тоже очень жаль. Что поделать? Мы же ничего не сделали. В чём наша вина? На всё воля Божья. Ты что хочешь сказать? Из-за этого я должна женить сына на хромой невесте? Не рано ли нам это обсуждать? Потерпи. Пусть она в себя придёт. Потом видно будет. Я и так терплю. Разумеется, товарищ полковник. Я тебя понимаю, Осман. И я знаю, как ты любишь свою племенницу. Но, пожалуйста, пойми нас тоже. Мы тоже просто так не сидим, а работаем. Рустам, почему это дело так тянется? В чём причина? Почему вы до сих пор не можете найти виновника? Мы всех допросили, кто находился в такси. Но они ничего не помнят, поскольку в момент аварии все были в шоке. В данный момент у нас нет больше свидетелей. Но расследование продолжается. Такие типы, как они, устраивают незаконные гонки. А затем уходят и исчезают. Иногда из-за них происходят несчастные случаи, вследствие которых появляются пострадавшие. Самое печальное то, что страдают невинные люди. И одна из них моя племянница. Поэтому я тебе и говорю. Рустам, я хочу, чтобы они обязательно были задержаны и наказаны. Непременно. Осман, это дело у меня. Мы их всех задержим. И каждый понесёт своё наказание. Прояви терпение и жди от меня ответа. Мы не перестаём их преследовать. Хорошо. Я буду ждать. Увидимся. Не провожай. Работай. Угощайся. Хватит, Азиз. Я достаточно съела. Возьми. Потом, даже если захочешь, не дам. Только если ты съешь. А, ты хочешь сказать, одна половинка – это я, а вторая – ты? Угу. Если так, то съем. Ты тоже бери. Здравствуйте, мама. Саламу алейкум. Здравствуй, сынок. Как ты? Всё нормально? Хорошо. Не утруждай себя, дочка. Зачем ты себя мучаешь? Как ты, дочка? Поправляешься? Спасибо. Хорошо. Слава Богу. Ты ни о чём не думай, дочка. Если будешь сильной, ты всё преодолеешь. Угу. Спасибо, мама. Большое спасибо. Но чтобы быть сильной, нужно хорошо питаться. Всё, что я принесла, ты должна съесть, чтобы ничего не осталось. Да. Пока моя мама будет готовить, а ты есть. А потом ты у нас будешь готовить, а мама будет есть. Правда, мама? Да, да, конечно. Дай Бог. Ну ладно, я теперь пойду. Посидели бы ещё. Визит к больному бывает коротким, сынок. А вы ешьте, пока не остыл. Спасибо. Быстрее выздоравливай, дочка. Счастливо оставаться. Сынок, сходил бы ты домой, переоделся бы, что ли. Я приду, мама, приду. Да, приходи. Всего хорошего. Спасибо, мама. В начале он меня обогнал. А потом мне навстречку машина выскочила. Спасибо. Ещё чего-нибудь желаете? Пока нет. Бикер, мы же позже закажем еду. Я вас позову. Хорошо. Я не буду пить. Да пей уже. Не пьёт, оказывается. Ты-то чего парни? Если не умеешь водить машину, зачем гоняешь, я не пойму. Лишь бы он не накликал беду на нашу голову. Не бойся. Это же не ты вылетел навстречку. Смотри сюда. Лучше нам подумать, как забрать у него выигрыш. Понял? Как взять у него деньги, если он не выходит из дома? Да не будешь же он там всё время торчать. Когда-нибудь выйди ты наружу. Конечно, он денется. Послушай меня. Это была моя идея, и я вытрясаю из него твои бабки, потому что там и моя доля. Рашид, ты не переживай. Бикер знает своё дело. Да, понял. Кто звонит? Сейчас, минуту. Папа звонит. Эй, Бикер. Ты знаешь своё дело. Кто бы ни выиграл, ты всё равно взял бы свою долю, да ведь? Эй, брат, ты думаешь, заниматься этим делом легко? Я что, мало пашу, чтобы найти и свести этих богатеньких выпендрёжников? Мужик. Азиз, завтрак готов. Идём, сынок. Иду, мама, иду. Приятного аппетита. Спасибо, мама. Я хочу тебе кое-что сказать. Слушаю, мама. Ты хорошенько подумай, прежде чем прийти к какому-то решению насчёт женитьбы, сынок. У меня тоже были свои мечты, сынок. Мама. Я вас понимаю. Пожалуйста, и вы поймите меня. Потом, начав этот разговор, не мучайте ни себя, и ни меня. Я люблю Севду, мама. Постой! Куда же ты, Азиз, сынок? Зевда! Зевда, я люблю тебя. Севда, что случилось? Опять болит? Чуть-чуть. Может, позвать доктора? Нет-нет. Идём рядом, сядь. Я хочу с тобой поговорить. Говори, я тебя слушаю. Азиз, я долго думала и пришла к одному решению. К какому решению, Севда? Я больше не достойна тебя. Ты женись над другой. Что ты несёшь? В таком случае, чтобы стать достойным друг друга, мне тоже надо отрезать ногу. Хорошо. Я это сделаю. Нет. Я же не смогу жить без тебя, Севда. Прости меня. Я тоже не смогу жить без тебя. Больше не говори таких слов. А ближе, пап, не жив. Стоп, стоп. Ты готов? Готов. Ты готов? Поехали! Алло! Рустам, новости есть? Осман, я сейчас занимаюсь этим. Если так, то значит не нашёл. Жди от меня новостей. Я же сказал, что найду их. Ты не переживай. Они такое натворили и разгуливают, а ты не можешь их найти. Осман, я сейчас приехал в разрешённое место проведения соревнований. Ты тоже наберись терпения. Будь терпеливым. Где взять терпение? Я же ночами не сплю. Хорошо, Осман. Жди от меня новостей. Жду. Оказывается, до сих пор не нашли виновника. Не огорчайся ты так. Найдут всё же. Папа, у меня немного голова болит. Я пошёл спать. Иди, сынок, спать. Если у него голова болит, дай ему лекарство. Ладно, хорошо. Как ты думаешь, что же теперь с Севдой-то будет, а? Ничего не могу сказать. Откуда же знать, что будет дальше? Всё по Божьей воле. Главное, чтобы всё сложилось благополучно. Они теперь свадьбу отменят? Не знаю. Они хорошие люди. Может, и не отменят? Да. А я услышала, что они ищут другую девушку. Помолчи ты. Не сплетничай напрасно. Нехорошо ведь. Им тоже нелегко. Ты бы женила своего сына на хромой невесте. Да никакая мать бы не допустила этого. Тише. Камила идёт. Что? Камила! Ты идёшь навестить Севду? Мы тоже как раз обсуждали. Свадьба ведь должна была быть. А столько всего произошло. Сваты ничего не говорят. Хайрия. Самая главная для нас жизнь нашей дочери. Ты всё взяла? Да, взяла. Послушай, она что, услышала? Конечно, слышала. Что вы благословение? Ного! Моо! Тихонова елко! Ты отрошу в цифре ВСess discard Ты пролеза? Ты отрошу, ты отрошу! Ты отрошу, ты ж отрошу. Ты отрошу, Здравствуй. Заходи. Назли, завари чай. Гость пришёл. Нет-нет, Асман. Я ненадолго. У меня дела. Чай не нужен. Нам надо поговорить. По телефону ты не сказал, и кто это? Хотя, неважно. Главное, задержали. Я этому рад. Я не думаю, что ты обрадуешься, узнав, кто виновник. Почему? И кто это? Владелец этого Мерседеса. Рустам, не ошибись. Какая ошибка, Асман? Есть люди, которые увидели гонявшихся по городу Мерседеса БМВ. Даже свидетель-велосипедист дал номер этого Мерседеса. Кроме этого, два-три дня назад таксист сказал, что авария произошла из-за Мерседеса. Случилось то, о чём я и не думал. Поскольку это дело у меня, мне нужно взять показания от Халита. Но ты всё равно два-три дня не выпускай сына из дома. Потом посмотрим, что можно сделать. Мне ещё долго тебя ждать. Ты где? Иди сюда. Подойди. И до каких пор ты бы скрывал это? Заткнись. Ты думал, что это останется в тайне? Папа, я... Заткнись, я сказал. Что ты делаешь? Асман, что ты делаешь? Животное бессовестное. И как ты вообще спишь по ночам? Асман. Скажите, что он отворил? Руслан, ты погоди. Видела этого негодяя? Это, оказывается, он оставил Севду в таком виде. Что? Может, они ошибаются? Не верь. Какая ошибка? У них и доказательства есть, и свидетели. Бессовестны. И как я теперь буду смотреть в глаза своей сестры? Рустам, увези его. Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Разве человек может позади в собственном ребенке в тюрьму? Приди, я умоляю. Папа, я виноват, прости. Слышишь, виноват, говорит. Ты выполняй свой долг. Что же ты творишь? Пойдем, Халил. Папа. Сынок. Куда? Я не специально. Чтобы мои глаза тебя не видели. Рустам, не забирай моего ребенка. Халил, Халил. Пусти меня. Если тебе не нужен сын, то мне он нужен, слышишь? Хватит. Ты во всем виновата. Это ты потакала всем его прихотям. Вот он и вырос таким. Если бы он вовремя ее отвез в больницу, то, может быть, и ногу бы не отрезали. О, Халил. 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 Верни мне сына. Сынок. Как же я это переживу? Будь внимательней, чтобы качество не пострадало. Смотрите, ваша жена пришла. Продолжай. Хорошо. Что случилось? Нужно поговорить. Мы что, в разных домах живём? Дома поговорим? Не получается. Приходишь поздно. Ну-ка, пошли. Пожалуйста, проходи. Ну-ка, садись. Присаживайся. Ну и что случилось? Что бы могло случиться? Надо женись скорее сына на другой, а то поздно будет. Опять 25? Ну да. Я кроме сына не думаю ни о чём. А ты думаешь только о своей работе. Ты что, другую девушку ему нашла? Дал бы он согласие. Что, девчонок ему мало? Будет у меня Иран. Мухи из Багдада прилетят. Вот как. Все соседи тебе привет передали, дочка. Спасибо, что не забывают меня. Разве тебя забудут? Я тоже скучаю. Вся улица тебя ждёт. Когда же Севда приедет? Спрашивают все. Правда, мам. Мне очень приятно. Будь всегда радостной, доченька. Здравствуйте. Здравствуй. Идём, Осман. Как ты, зять? Хорошо? А ты, сестрёнка? Племянница, а ты как? Спасибо, дядя. Хорошо. Умница, умница. Вижу, что поправляешься. Теперь, чтобы силы набраться, надо побольше кушать. Да. Я тоже об этом говорю. Но она меня не слушается. Ну хорошо. Но если я потолстею, как же я буду себя нести, дядя? Ведь теперь нет у меня одной ноги. Не говори так, доченька. Врачи себе такой протез сделают. Будет как своя нога. Всё будет хорошо. Рассчитывайте на меня. Спасибо, дядя. Извините. Я всегда с вами... Не могли бы освободить помещение? Время процедур. Да. Мы здесь, доченька. Мы недалеко. С работы отлучился. Надо бежать. Счастливо. Да, мы тут. Ещё увидимся. Ну как ты? Тебе нравится моя речь по-турецки? Дай руку. Зять, вижу, Севде уже лучше стало. Да, врачи хорошие. Спасибо им. Сестра. Да? Жених Севды наведывается? Недавно был здесь. Ушёл по делам. Что сказать? К нему нет претензий. Спасибо ему. Он всегда рядом с ней. Но... Что за но? Что случилось-то? Что же, Осман? Все сплетничают, будто родители жениха ищут другую девочку. Вот так. Ну... Их тоже можно понять. Как же их винить? Да. Я тоже должен вам кое-что сказать. Поймали виновного и арестовали. Правда? Да, правда. Будь он пойман или нет, не вернёт здоровье моей девочки. Почему хорошо, что поймали? Какая польза? Пускай он отвечает за своё преступление. А кто виновник преступления, Осман? Мне нелегко это говорить. Почему? Потому что преступник мой сын Халил. Что ты говоришь? Прошу простить меня за сына. Так бывает, что весь стыд за неисправимые ошибки детей ложится на родителей. Успокойся. Халис же не специально. Это всего лишь несчастный случай. Почему его посадили? Пусть отвечает за свои ошибки. Прошу вас, чтобы Севда не узнала, что это он. Не переживай, не скажем. Не переживай, не узнает. Спасибо. Я пойду. Ещё увидимся. Очень жаль. Они так любили друг друга. Потише ты, чтобы она не услышала. В чём моя вина? Мы же не желали такого. Мы хотели свадьбу сыграть. Да. Я знаю. Чаю принесла. Идём, девочка. Угощайтесь. Спасибо, дочка. Спасибо. Тётя Гули. Что-нибудь ещё? Ты побудь внизу. Если что-нибудь будет нужно, позову. Хорошо. Дорогая моя Гули. Я хочу именно вот такую здоровую невесту. Похоже, она очень хорошая девушка. Ой, сестра. Была бы она плохая, я бы тебе её не показала. Знаю их уже много лет. Родители хорошие люди. Да, хорошо. Тётя. Ой, Азиз пришёл. Как быстро пришёл. Мы наверху. Поднимайся. Мы здесь. Не подведи. Тётя. Идём, племянник. Что случилось? Плохо мне. Где болит? Ой, голова болит. Никогда так не болела. Тогда вызываю скорую. Нет, 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 нет. Всё, что ты? Не нужно скорой. Тогда, может, такси вызову? Поедем к врачу? Если бы тётя хотела к врачу, я бы её не отвезла. Угощайтесь. Спасибо. Спасибо, доченька. Спасибо. Понятно. Тётя тоже играет роль в мамином театре. Браво. Хорошо сыграла. Азиз, помолчи. Я попросила, ты сыграла. А что, я должна была отчитываться перед ним? Мы же всё делаем для тебя. Она-то про это ещё не знает. Смотри, какая красивая девушка. Спасибо. Вам на эту сцену. Азиз. Вот так он всегда поступает. Но что тут скажешь? Камила! Камила! Что случилось, Хайрия? Пойди сюда. Ой, что случилось? Что может случиться? Ты посмотри, что твой сын с моим сыном сделал. Ой. Не может быть. Я не верю, что мой сын такой натворил. Как не может? Успокойся, Хайрия. Ты что, не видишь? Ты что, слепая? Если он боксёр, то значит, должен избивать моего сына? Зови его сюда. Его нет дома. Он же виноват. Конечно же, не выйдет. Пусть придёт. Я сама его накажу. Виноват. Вот и прячется. Позови его сюда. Вот он пришёл. А, пришёл петушок. Это ты так изуродовал моего сына? Ну-ка, говори. Играм. Сынок. Это ты сделал? Почему? Свадьба сестры не состоится. Теперь её никто не возьмёт. За то, что она хромая. Она никому не нужна. Именно из-за этого. Ой, как он врёт! Он оклеветал моего сына, слышишь? Никогда такие слова мой сын не скажет, понял? Бесстыший! Придумываешь ложь! Да как тебе не стыдно! Поговорите с ним хорошенько! Воспитывайте его как надо! Что это такое? Пошли, сынок. Хайрия. Вы хотя бы не сплетничали бы при детях. Что-что? Ты не могла слова получше подобрать? Да пошла ты! Ты что делаешь? Я же новости смотрю. А домашние новости тебя не волнуют? Позови сына и поговори. Вот он пришёл. Поговори с ним. Хорошо, поговорю. Здравствуйте. Здравствуй. Постой, сынок. Иди сюда. Папа хочет с тобой поговорить. А ну-ка садись сюда, сынок. Сынок, мама переживает за тебя. Я сказал маме о своём решении, папа. Почему ты думаешь только о себе? Почему ты не считаешься с матерью? Ведь у меня тоже есть свои мечты. Все соседи упрекают меня, что мой сын женится на инвалидке. Не слушайте таких людей, мама. Раз они говорят такие слова, сами в душе инвалиды. Сынок, это очень важное решение, поэтому, пожалуйста, не торопись. Правильно. Мне когда-то говорили, что вы женились по любви. А теперь поставьте нас на своё место. Мама, если бы вы были в таком положении, как Севда, а отец бросил вас и ушёл, что бы вы сделали? Я бы не смогла без твоего отца. А вы, папа, на моём месте бросили бы маму в таком состоянии? Нет, сынок. Кто бы что ни говорил, я бы всё равно женился на твоей маме. Правда, отец? Правда. Спасибо. Видите, мама? Я сын такого отца. Сынок, родной мой. Отнеси помощнику. Хорошо. Заходи. Почему преступник не в тюрьме? У нас что, нет законов, Рустам? Не учи меня закону, друг мой. Заявление забрали. И мальчик свободный. Что? Сестра и зять пришли и забрали заявление. А раз нет заявления, по закону мальчик свободен. С твоего позволения. Подожди, Рустам. Потом увидимся. Папа, прости меня. Я понял свою ошибку. Пошли со мной. Раим, иди сюда. Слушаю, начальник. Вот тебе ещё один работник. Это шутка, начальник? Какая шутка? Я серьёзно говорю. Заставляй его работать так, чтобы он взмок. И научи хорошенько работать, понял? Да, я понял. Как скажешь, начальник. Сделаем. Хорошо. Ты слышал? Думал, легко отделался? Будешь здесь работать, и домой не будешь приходить. На ночь останешься у охранника. Понятно? Понял. Иди работай. Иджам со мной. Иджам со мной. Телефону, что Халил на свободе. Где наш сын? Работает на фабрике помощником. А вечером останется охранять фабрику. Не понимаю. Ты вообще не жалеешь своего ребёнка. Слушай, твой ребёнок значит ребёнок, а ребёнок других нет? Из-за твоего сына моя племянница осталась без одной ноги. Тем не менее, спасибо им, что забрали заявление. Спасибо. Но Халил ведь не специально сделал. Это всего лишь несчастный случай. Хвала Аллаху, что она жива. Жива. Но из-за твоего сына моя племянница может остаться несчастной. Ты это понимаешь? Что ты имеешь в виду? А что ты скажешь, если мы возьмём Севду в качестве невестки нашему сыну? Ты думаешь, что я пожелаю хромую невесту своему единственному льву? О чём ты говоришь? Вот видишь, её жених оказывается тоже единственный сын матери. Подожди. Может, тебе стоит поговорить с этим парнем? Пусть не оставляют несчастную девушку. Кому не нужны сейчас деньги, а? Дай ему денег, купи ему машину, чтобы только не бросил её, чтобы женился на ней. Прежде чем учить меня, своего сына бы воспитала. Как же, будто я своего сына из Осовского дома привела. Хм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Формы хорошие, но очень напоминают старые. А нам нужны новые. Хорошо, начальник. У тебя большой потенциал. Ты со всем справишься. Не сомневайся. Хорошо, начальник. Можно войти? Проходи, Азиз. Здравствуйте. Хорошего доброго дня. Здравствуйте. Здравствуй, проходи. Все хорошо. После вас. Давай, давай. Спасибо, что пришел, что проявил уважение. Не стоит. Вы ведь являетесь дядей моей невестой. Я хотел поговорить с тобой с глазу на глаз. Я вас слушаю, дядя Асман. Эта авария всех нас расстроила, дорогой Азиз. И мы все знаем, в каком состоянии теперь Севда. Я не стану скрывать от тебя, что все мы встревожены тем, что будет с нашей девочкой, если ты не женишься на ней. Естественно, если ты не захочешь взять ее в жены, никто не будет тебя принуждать. Но я не хотел бы увидеть мою племянницу несчастной. Я вас не понимаю, дядя Асман. Я только хочу сказать, не бросай Севду. Женись на ней. А я дам тебе все, что нужно. Деньги, машину. Пусть только Севда будет счастливой. Я женюсь на Севде только потому, что я ее люблю. А не из-за денег ее дяди. Тем более, если бы я хотел, мой отец за день добыл бы машину. Но я всего хочу добиться своими силами. Всего хорошего. Азиз. Если бы мой сын был бы таким же, как ты. За это проси у меня все, что пожелаешь. Молитесь за нас. Этого достаточно. Алло. Что случилось? Он пришел? Пришел. Поговорил с ним? Поговорил. Все решилось. Отлично. Севда. Слушай, я скажу тебе кое-что. Ты не волнуйся, девочка. Твой суженный женится на тебе. Твой дядя с ним поговорил. Я не поняла. С кем поговорил? С Азизом поговорил. Твой дядя даст твоему жениху все, что он пожелает. Чтобы тот не бросил тебя. Захочет машину. Захочет деньги. Правда? Правда. Видишь, какой у тебя дядя? Он такую свадьбу тебе устроит, что все вокруг позавидуют тебе. Как? Я, пожалуй, пойду, Севда. Скорейшего тебе выздоровления. Потерпи немного. Пока я вожу тебя на такси. Но как куплю свою машину, сам буду тебя возить. А деньги-то на машину ты собрал? Не волнуйся. И деньги однажды будут. Ты хочешь сказать, одна половинка это я? А вторая ты? Если так, то съем. Я готов на все ради твоего счастья. Все ради денег, оказывается. Все ради денег. Все. Спасибо. Спасибо. Севда. Севда. Ты еще не готова? Смотри. Я купил тебе цветы, которые ты любишь. Возьми же. Хм. Я эти цветы купил на деньги моего дяди, да? Что? Что? Кто тебе это сказал? А что, должно было быть тайной? Я не испытывала столько боли, даже когда мне ампутировали ногу. Ты разочаровал меня. Убил. Понимаешь? Севда, кто бы это ни сказал, он сказал неправду. Значит, ты не покинул меня ради денег моего дяди? Значит, все твои любовные признания были ради денег, да? Севда. Ненавижу тебя. Понимаешь? Ненавижу тебя. Севда. Да, я говорил с твоим дядей, но... Уходи. Прошу тебя. Я не хочу тебя видеть. Севда, послушай меня. Уходи. Слышь, думал, не найдем тебя, если спрячешься здесь. Ты не в курсе, что в каждой игре есть правила? Проиграл, плати. Где деньги? У меня нет денег. Что? Найди деньги или будет плохо. Понял. Что ты там говоришь? Отпустите мальчика. Это еще кто? Проваливай, не вмешивайся в мужские дела. Избивайте слабого мальчика. Это вы называете мужским делом? Что? Сюда смотри. Я тебе сказал, не вмешивайся. Вали отсюда. Ты сам напросился. Получай. А ну, иди сюда. Полиция. Бежим, бежим. Полиция, 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 рассыпную. А ну, стоять. Я же ничего не сделал. Отпустите. Сюда иди. Стой смирно. Пошли. Давай, залезай. Садись. Халил, ты в порядке? В порядке. Больше не ввязывайся в такие дела. Ты видишь, какую боль ты причинил сестре Севде. Ты понял? И тебе спасибо, молодой человек. Вовремя приехал. Первый, первый. Говорит седьмой. Прием. Первый. Операция успешно завершена. Хорошо, возвращайтесь в отдел. Вас понял. Возвращаемся в отдел. В отделение. Значит, тот, кто обрек Севду на несчастье, это ты. Что плохого мы вам сделали? Сын оставляет Севду без ноги, а отец разлучает меня с Севдой. Чего вы добиваетесь? Увидеть несчастье Севды? Если так, то иди и передай своему отцу, что он добился своего. Не пойдет так. Сам сказал, что отвезет Севду. Раз появились дела, сказал бы нам. А мы все сидим и ждем. Ты готова, доченька? Ага, возьми этот пакет. А мы возьмем все остальное и пойдем за тобой. Я буду ждать в машине. Севда. Что, Азиз приходил? Да, проходил. Ладно, доченька. Давай, дома поговорим. Давай, собирайся, дитя мое. Хорошо. Ну, Али, как идут дела? Спасибо, брат. Идут потихоньку. А ты, брат, совсем не сидишь на одном месте, да? То тут, то там. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. Папа, можно тебя на минутку? Прошу прощения. Ничего страшного. Смотрите-ка, каким высоким стал сын Османа. В колледже учится. В чем дело? Жених сестры Севды приходил на фабрику. Азиз? Да. Зачем? Сказал, если твой папа хотел разлучить меня с Севдой, передай ему, что он добился своего. Зачем ему так говорить? Не знаю. Он был очень расстроен, папа. Алло, Назлы. Слушай. Ты сегодня хотела навестить Севду. Поехала? Конечно, поехала. Съездила. Ты сказала ей, что я поговорил с Азизом? Конечно, сказала. Пусть знает, на что готов пойти. Замолчи. С одной стороны ты, с другой стороны твой сын. Делайте, что вздумаете. А потом я должен идти и просить прощения у людей. Вот и всё. Принимать пищу в течение двух часов запрещается, хорошо? Больше не будет болеть. Большое спасибо. До свидания. Будь здоров. Доктор. Есть ещё пациенты. Пускать их? Нет. Сегодня я больше никого не принимаю. Хорошо. А может, для нас сделаешь исключение, доктор? Это наша работа. Проходите. Азиз, это недоразумение вышло из-за моей жены, и я от её имени и от имени моей семьи прошу у тебя прощения. А ещё, Севда хотела сказать тебе кое-что. Выслушай её. Спасибо. Я буду ждать в машине. Подойди-ка сюда, посмотрим, какой зуб болит. Зуб мудрости. У тебя ещё не вырос зуб мудрости. А когда же он выйдет-то? После нашей свадьбы. Зуб мудрости. Пусть будут счастливы. Спасибо. 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 Пусть будут счастливы. Спасибо. Спасибо. Поздравляй, свадушка. Поздравляй. Пусть будут счастливы. Пусть будут счастливы. Пусть будут счастливы. Спасибо. Спасибо! Ты так легко, не соглашайся. Свар, подойди туда. Слушаю, сынок, что случилось? Мы чтим традиции. Отойди-ка, пожалуйста, да так, чтобы мы могли проехать. Хорошо, пусть все пройдет по традициям. А теперь отойди в сторонку. Этого мало. Мало, что ли? А, держи все. Согласен. Пусть будут счастливы. Пусть будут счастливы. Хорошо, посторонись давай. Давайте помолимся. Идите все сюда. Отец Юсуф, прочитайте, пожалуйста, молитву. О, Всевышний Аллах! Прошу Тебя, освети наш сегодняшний день. Возвысь нас в ряд тех, кто чист помыслами перед Тобой и даруй же нашим молодым счастье. Всех ждем вас на торжествах. Счастливо доехать. Я следом. Счастливо доехать. Я ищу нас на торжествах. Удач так, в гад�ugs. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СЕВДА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok